Как себя чувствует архитектор? Как-то оцениваете с профессиональных точек зрения то здание, в котором вы в данный момент находитесь? Всегда и не на автомате, а осознанно, да, конечно. А что вы скажете, допустим, про нашу студию? Вы хотите сейчас какой-то экспресс-анализ профессиональный? Знаете, я вот с вашим партнером беседовал, с Чобаном, по пару лет назад. Он когда пришел, он сразу что-то сказал. Ну, я могу сказать, что это очень утилитарное, в хорошем смысле слова, пространство, которое создано для исполнения своей функции, которая, судя по популярности вашего канала, справляется с ней хорошо. Я никогда не работал в телевидении, мне сложно оценить. То есть я очень верю в функциональность и дизайн, который направлен на обеспечение удобства, комфорта и эргономики. Здесь задача выполнена вполне себе, да, и можно сказать, значит, работа сделана хорошо. А я правильно понимаю, что вообще, начиная, ну, может быть, с 20-го, с прошлого века, вот этот параметр функциональности, утилитарности, он начинает превалировать в вашем ремесле над, условно говоря, эстетикой? Или это заблуждение? Это, безусловно, так, не функциональность превалировать начинает, а экономика давит очень сильно. И надо ведь понимать, что большие мастера архитектуры, они ведь двигались в том числе мотивацией, кстати, те же конструктивисты, да, сегодня немного упоминаемые, мотивацией в том числе сделать что-то быстрее, меньшим набором инструментария, то есть и материалов применяемых, и сроков расходуемых, и средств в том числе, но интересное. Это и в искусстве, и в архитектуре, и в кино, например, да, часто было драйвером для каких-то новаций, но, между нами говоря, выйдя в тираж, безусловно, сыграло где-то и губительную роль, безусловно. То есть, если мы сегодня посмотрим, если вы окажете, например, в Чикаго, ну, не знаю, я был в Чикаго, с архитектурным собранием, знаю, как это устроено, там очень хорошо это видно. Есть дома Луиса Соливана, очень насыщенные деталью, орнаментом, сложными элементами, и есть рядом дома Мисс Вандероя, великого архитектора, да, но видно, что вот одни дома, которые человек, не зная вообще ничего об архитекторе, скажет, это круто, можно стоять часами и слюбоваться, а есть здание, которое он пройдет мимо, между нами говоря, может не заметить. Вот, хотя профессионалы скажут, что обе величины равны велики, а может, Мисс Вандероя даже и круче, потому что он там, типа, революцию совершил в определенном смысле. Вот, но, конечно же, экономика повлияла очень сильно на дизайн и в утилитарность ушли, скажем так, просто раньше тоже были утилитарные вещи, сарай в деревне всегда был очень утилитарен, а просто надо понимать, что вот эта идеология, знаешь, в студии нормально быть утилитарной, в этом ничего нету стыдного или офису, хотя и офисы тоже офисом розе, вот, но были какие-то вещи, на которые, конечно, традиционно обращалось больше внимания, чуть ли не менее на эстетике, да, культовые сооружения, важные городские объекты, и то, что сегодня во многом это теряется, хотя мы знаем, есть такие вещи, как бильбао-эффект, да, есть музейные функции, есть такие вещи, на которые все-таки сегодня пытаются добиться вау-эффекта, и, в общем, это хорошо, и, слава богу, архитектура поэтому живет, хотя, вы правы, безусловно, в массовой стройке утилитарность очень сильно давит. Неполит корректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Продолжение следует...